Почему регионы Казахстана топят из года в год? Возможно ли раз и навсегда изменить ситуацию? Когда весенние паводки перестанут быть чрезвычайным происшествием? В теме попытался разобраться Артем Петров. Рубрика «По факту». Сотни затопленных домов, тысячи казахстанцев без крыши над головой. Гибнет скот, уничтожены целые хозяйства. И так из года в год. Нас, в свою очередь, продолжают убеждать, что всему виной злая природа. В своих регулярных отчетах чиновники ежегодно переливают из пустого в порожнее, говоря о затянувшейся зиме или ранней весне. В результате миллиарды материального ущерба сколько морального вреда не сосчитать. Неужели действительно нет спасения? Конечно, есть. Для начала надо признать, что наводнение изначально рукотворная проблема. А затем действовать. Меня зовут Артем Петров. Далее по «Факту». Здравствуйте. Одна из глобальных причин регулярных наводнений в нашей стране – опасное соседство с реками. В том числе и первой категории. Урал, Есиль, Табол, Иртыш, Сырдарья. Дело в том, что еще в советских правилах прописано – на расстоянии 500 метров нельзя размещать постройки. Это водоохранная полоса. На других, более мелких реках этот промежуток не превышает 30 метров. Однако специалисты уверяют – нам необходимо пересмотреть расчеты и полагаться на так называемую отметку высоких вод. Это предел уровня, до которого поднималась вода. То есть по науке надо бы ориентироваться на естественный исторический максимум подъема воды, а не на искусственно отмеченные метры водоохранной полосы. Еще одна проблема – целый каскад водохранилищ, в том числе и бесхозных. Многие скажут – с помощью водохранилищ мы решали проблему снабжения электроэнергией, орошали сельхозугодия, развивали водный транспорт, снабжали водой крупные предприятия и населенные пункты, создавали зоны рекреации, расширили сферу туризма. Однако каждый квалифицированный эколог знает, что в любом стремлении отчеловечить природу негативных последствий не избежать. Практически не обращали никакого внимания на побочные последствия. Ухудшение условий нерестопроходных и полупроходных рыб, изменение биологической продуктивности, затопление и потопление сельскохозяйственных земель, просадка и разрушение берегов, оползни, заболачивание и засоление почвы, даже изменение климата. До 2025 года в Казахстане, по данным Минэкологии, построят еще 9 новых водохранилищ, которые позволят аккумулировать 1,7 кубических километров воды. Это позволит снизить угрозу затоплений во время паводков для 14 населенных пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек. Экологи устали давить на жалость. Лозунги «Берегите природу» уже давно не работают. Теперь экозащитники призывают профильное министерство взглянуть на проблему с экономической точки зрения. Разве не легче и дешевле отстроить на незатопляемых землях 14 новых населенных пунктов со всей инфраструктурой и туда переселить те же 70 тысяч человек? И нерациональнее ли сначала отремонтировать уже имеющиеся многочисленные водохранилища и другие гидротехнические сооружения и только потом проводить исследования на предмет необходимости строительства новых? Это для нас весеннее половодие и паводки ЧП. На самом же деле это естественный сток водооттоков. Они для наших рек играют стратегическую роль. Вы знали, например, что при затоплении поймы и дельты весной происходит процесс влагозарядки почвы. Она промывается от солей. В то же время создаются условия для нереста разных пород рыбы. А пойменные луга обращаются в богатейшие синокосные угодья. Конечно, большинство об этом и не думают. А надо бы как минимум скорректировать принятые планы и концепции развития водного хозяйства страны с учетом экологических рисков, как это делают почти во всем мире. Это по факту. Берегите себя. Продолжение следует...